Всем привет! Сейчас в Норвегии сезон сбора березовых почек и листьев, поэтому данное видео будет посвящено этому прекрасному дереву. В Скандинавии березу использовали в народной медицине уже издавна, например, в различном виде листья, кору, деготь и пепел, не говоря уже о березовом соке. Считалось, что чай на березовых почках либо листьях лечат от всех болезней, начиная от подагры и геморроя и заканчивая, например, камнями в почках. Также он обладает ранозаживляющим эффектом, антибактериальным. Например, финские исследования показывают, что именно березовый отвар либо настой помогает бороться с золотистым стафилококком. А как известно, уже многие антибиотики не действуют на этот стафилококк из-за его резистентности. Например, в старые времена наполняли кровать свежими листиками березы для того, чтобы избавиться от камней в почках либо от подагры. Также отвар на березовых почках либо листиках или же березовый сок использовали те же самые викинги для опласкивания своих волос, чтобы они лучше росли. Сейчас я показываю, как я собираю листики березы. Они еще совсем юные, как раз время их сбора. А здесь посмотрите, что творится. На этом дереве я нашла вырезанную руну беркана. Руна беркана в скандинавской рунологии считается символом березы, поскольку бьерк по-норвежски и есть береза. Беркана – это руна женской энергии, плодородия, а также руна цивительства. Считалось, что именно она связана с травами и народной медициной, а также с циклом, таким как рождение, смерть и возрождение. Поэтому именно беркана отвечает за регенерацию и детоксификацию, а также цивительство. Как видите, в нашем регионе люди знают рунологию, что, конечно же, немного удивляет. А вот здесь экземпляр ведьминых метел. Либо хексекуст по-норвежски, тоже, в принципе, обозначающая ведьмина метла. Хотя мы знаем, что такие вот образования являются продуктом жизнедеятельности грибка, однако, конечно же, ведьминые метлы связаны также и с суевериями. Считалось, например, что если вы нашли такую вот ведьминую метлу, то на этой ветке, скорее всего, поселилась Мара. Мара – это существо из норвежской мифологии, тоже есть чудовищное существо Мара, и морок происходит, в принципе, от этого понятия, как Мара. В норвежской мифологии Мара связывается с норвежским словом «кошмар», «маррит», поскольку именно это чудовище приходит людям во снах и пытается их задушить. И чтобы избавиться от кошмаров, то рекомендовали в старые времена повесить вот такую вот ведьминую метелку у себя внутри в доме, и тогда кошмары должны прекратиться. Вот такие вот суеверия в Норвегии. Сейчас я просматриваю свою коллекцию книг, посвященных травам в Норвегии и тому, что можно собирать здесь различные сезоны. Ну, довольно много рецептов с березовыми листьями. Например, в этой книге можно найти… Сейчас я покажу, а что я здесь нашла вообще? А, хлеб… Хлеб с березовым чаем. Сначала показано, как сделали мы березовый чай, а потом и хлеб на основе березового чая. Вот я его и делаю. Три столовые ложки свежих листьев, либо две столовые ложки сухих на 400 миллилитров воды. Главное, не настаивать слишком долго, чтобы не было излишней горечи в вашем напитке. Можно потом добавить немного меда, чтобы убрать специфическую горечь. Но, кстати, пьется очень даже замечательно. На этом я с прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч!